В Северной Осетии появилось добровольное объединение «Народный наблюдатель», члены которого собираются следить за ходом выборов в парламент республики. Об этом Кавказскому узлу рассказал инициатор движения, общественный активист Дмитрий Рейсих. По его словам, члены движения будут объективно наблюдать за выборами, вне зависимости от личных предпочтений. Все говорят о том, что сформировалось уже устойчивое ощущение того, что проходят махинации и так далее. Но выборы в Южной Осетии в прошлом году показали, что и на сегодняшний день, если будет активность человеческая, то можно решить это все, результат в пользу любых выборов, можно решить человеческим голосованием. И никто за тебя ничего не решит, если ты сам их не решишь. Это на самом деле так. Мы понимаем, что все мы не закроем, и это, может быть, акция будет носить даже на первом этапе декларативный характер, но масштабы ее будут увеличиваться. По словам Дмитрия Рейсиха, движение уже объединило более 50 человек. Еще один его участник, Ричард Шавлохов, уверен, что местные власти готовятся к масштабным фальсификациям. Наша цель нашего движения, народный наблюдатель, к чему я призываю всех присоединиться, приходите, просто смотрите. Вы являете нарушение, не в пользу какой-либо партии, просто от себя. Нам здесь жить, не кому-то. Именно нам здесь жить. Вот в этом ее суть. Лишь бы они прошли нормально. А за кого они столь суть важна, лично я не буду за это говорить, за кого и за кого. Вот в этом суть этого движения. Правда, должна быть правдой. Если мы ошибемся, если люди ошибутся, это наша ошибка, это ошибка людей. Они навязаны нам кем-то, да, выбор. Вот главная причина. Мы свободные люди, в конце концов, или где? Движение народный наблюдатель способствует становлению гражданского общества на Северном Кавказе. Уверена еще одна его участница – Жанна Бореева. У нас много, правда, очень хороших людей. И это такая попытка первая. Но я абсолютно уверена, что через какое-то время именно народных наблюдателей будет уже много. Потому что хотим мы этого или нет, тяжело, тяжело, тяжело очень это гражданское общество развивается. В Кавказских республиках это вообще сложно в связи с менталитетом и так далее. Но оно развивается. И это очень приятно. Лучше быть оптимистом, чем равнодушным, пессимистически настроенным человеком проживать жизнь. Будьте оптимистами, включайтесь во все. Если мы включимся, что-то будем делать вместе хорошее, я думаю, у нас что-то будет хорошее. Пожалуйста. Инициативу уже поддержали и в Карачаево-Черкесии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил общественный деятель из Черкесии Тимур Жужуев. Там к движению подключилось уже более 10 человек. Узнав о проекте «Народный наблюдатель», нам стало интересно, мы решили подключиться от Карачаево-Черкесии к этому проекту. Так как у нас в Карачаево-Черкесии всегда выборы проходят очень остро, и мы хотим, чтобы выборы были честными, мы будем подключать тоже своих людей к этому проекту максимально и будем освещать вход выборов. Активисты движения уже прошли обучающий тренинг со специалистами Ассоциации некоммерческих организаций «Гражданский контроль». В республиканском ЦИКе инициативу только поддержали. По словам сотрудника местного центра избиркома Елены Цалиевой, чем больше наблюдателей на участках, тем честнее будут выборы. Движение «Народный наблюдатель» планирует продолжать свою деятельность и после выборного периода. Некоторые кандидаты обещают вернуть Северной Осетии прямые выборы главы республики. В случае успеха у активистов «Народного наблюдателя» прибавится работа.